Что нужно сделать для того, чтобы твоим именем назвали самолет? Нужно его придумать и сделать. Именем Александра Сергеевича Яковлева названы десятки самолетов. Сегодняшний наш фильм «Оружие» о прародителе серии легендарных «Яков». Закончив военно-воздушную академию, летом 1931 года Александр Яковлев начал работать инженером-прорабом на авиазаводе имени Минжинского. За короткий срок он постиг премудрости, необходимые любому конструктору, чтобы знать, как притворяются в производстве его идеи, воплощенные в чертежах на бумаге. Вскоре Яковлев сформировал группу легкой авиации, которую во внеурочное время разрабатывала спортивные и многоцелевые самолеты. Группа Яковлева работала на заводе имени Минжинского, и в 1934 году она была переведена из Авиахима в государственную авиационную промышленность. В марте 1934 года она переехала с Трисолей деревообделочного цеха филиала завода имени Минжинского в авиационном переулке на собственную территорию, где находятся до настоящего времени. По этому поводу сам конструктор вспоминал. Меня вызвали к начальнику Главного управления авиационной промышленности Королёву. Пришлось долго ожидать в приёмной, пока, наконец, пригласили пройти в кабинет. За огромным письменным столом сидел удивительно полный черноволосый человек. Не поздоровавшись и даже не пригласив сесть, окинув меня недружелюбным взглядом, он без лишних предисловий приступил к делу. Завода вас выселяют? Правильно делают. Так вот, я дал указание разместить ваше конструкторское бюро и производственников в кроватной мастерской на Ленинградском шоссе. Ясно? На большее не рассчитывайте. Идите. Он предупредил, между прочим, что производство кроватей за мастерской сохраняется. Коллектив из 35 человек приступил к совершенно самостоятельной работе. Начали с прототипов будущего учебно-тренировочного самолета АИР-9 и АИР-10, а вскоре появился УТ-2. Конструкция оказалась весьма удачной с точки зрения технологичности, простоты и дешевизны. Но главную роль в признании машины сыграла не это. В середине 30-х годов бипланная схема, которая господствовала в авиации более полутора десятков лет, стала стремительно сдавать свои позиции. В погоне за скоростью и высотой конструкторы все активнее делали ставку на моноплан. В СССР наиболее решительным приверженцем такой схемы проявила себя КБ Яковлева. Практически все самолеты этого коллектива, кроме самой первой авиаэтки, были монопланами. На самолетах УТ-2 сделали первые шаги в небо десятки тысяч летчиков, будущих героев и безвестных тружеников войны. Модель без замечаний прошла все государственные испытания и была запущена в крупносерийное производство. Самолет УТ-2 Учебно-тренировочный двухместный Длина 7 метров Размах крыла 10,2 метра Взлетная масса 938 килограммов Мощность двигателя 150 лошадиных сил Максимальная скорость 230 километров в час Практическая дальность 500 километров Практический потолок 3500 метров Экипаж 2 человека Однако после нескольких катастроф полеты на этой машине запретили Оказалось, что самолет имел тенденцию сваливаться в плоский штопор а выходил из него со значительным запаздыванием По всей стране под угрозой срыва оказались программы обучения пилотов После серьезных исследований проблемы плоского штопора машина была доработана и вернулась на службу в учебной эскадрилье УТ-2 прожил долгую жизнь Он выпускался массовыми сериями до и после Великой Отечественной войны Всего на пяти авиационных заводах было построено 7243 самолета УТ-2 Еще одной довоенно-учебно-тренировочной машиной Яковлевского КБ стал одноместный УТ-1 Заводы выпустили более 1200 самолетов которые использовались для подготовки летчиков-истребителей командиров инструкторов а также как спортивные На них советские пилоты установили 11 официально зарегистрированных мировых рекордов 12 июля 1935 года во время показа образцов техники на Тушинском аэродроме молодой конструктор был представлен Сталину Эта встреча стала определяющей в судьбе Яковлева на долгие годы На Хадынке проходил показ авиационной техники наши самолеты там были Яковлевского Аэр-9 и другие были самолеты других конструкторов которые демонстрировались для наших руководителей страны Сталин ему сказали что вот Александр Сергеевич очень много отдает внимание на покраску самолетов на отделку самолетов и он его отозвал в сторонку Александра Сергеевича и между ними там шла оживленная беседа они размахывали руками друг другу что-то доказывая и вот этот весь клан наших конструкторов других фирм стояли и сказали что Александр Сергеевич кончился как генеральный конструктор но все произошло произошло наоборот после этой встречи Иосиф Сталин назначил Александра Сергеевича Яковлева заместителем наркома большинство самолетов созданных Александром Сергеевичем Яковлевым в начале его карьеры получали обозначение АИР в честь видного деятеля партии большевиков руководителя Центрального совета ОСААВ Яхима Алексея Ивановича Рыкова В 1937 Рыков был репрессирован Сменилась и система индексации Новые машины стали называть либо по первой букве фамилии конструктора либо просто по номеру Так в 1939 году Яковлевым был создан самый скоростной самолет в Советском Союзе Эта машина получила обозначение номер 22 Но в декабре 1940 года правительством было принято другое решение С этого момента все отечественные самолеты стали получать наименование по двум первым буквам фамилии их главного конструктора Так появились машины марки Як Вскоре получившие мировую известность К работе над первым боевым самолетом Яковлев приступил в 1939 году Это был легкий бомбардировщик ближнего радиуса действия В серийное производство он пошел под индексом ББ-22 Однако более известен как Як-2 Яковлевская машина стала самой быстрой в своем классе Она развивала скорость 567 километров в час Однако из-за недостаточной мощи оборонительного вооружения государственная комиссия отдала предпочтение бомбардировщику конструктора Петлякова П-2 ББ-22 выпустили серии около 600 штук В 1940 году конструкторское бюро Яковлева начало работу над проектами сразу четырех машин нового класса Это легкий фронтовой истребитель И-26 именно он стал прототипом легендарного первого Яка учебно-боевой истребитель И-27 перехватчик И-28 и тяжелый фронтовой истребитель перехватчик И-30 предназначенные для борьбы со стратегическими бомбардировщиками противника То, что в КБ работали сразу над несколькими моделями боевых самолетов говорит о высокой квалификации конструкторов глубине их мышления и осознании реалий современной войны В дальнейшем каждый из этих проектов хотя и с некоторыми изменениями был реализован в серийных боевых машинах Главным предвоенным достижением Яковлева стал истребитель И-26 В соответствии с постановлением правительства к работам над этой машиной приступили весной 39-го года К марту 40-го КБ должно было представить на государственное испытание два опытных образца На одном устанавливался двигатель жидкостного охлаждения М-105П на другом М-106 Самолет созданный по схеме моноплана имел смешанную металлодеревянную конструкцию Вооружение истребителя первоначально должно было составить три пулемета В дальнейшем оно было усилено И-26 получил скорострельную авиационную пушку и два пулемета Конструирование прототипа получившего обозначение И-26-1 завершили к августу 39-го На постройку самого истребителя ушло еще четыре месяца Его испытания шли очень тяжело В ходе первых 43-х опытных полетов летчикам пришлось совершить 15 вынужденных посадок Наибольшее нарекание вызывали винтомоторная группа и шасси самолета Это можно объяснить тем, что И-26 был абсолютно новым для нашей промышленности Буквально все начиная с материалов и заканчивая отдельными узлами и агрегатами находилось в стадии доработки и доводки В апреле 1940-го в ходе испытательного полета И-26-1 потерпел катастрофу Первый и лучший летчик-испытатель Яковлевского КБ Юлиан Пиантковский погиб Второй прототип И-26-2 оказался более удачным и в большей мере соответствовал требованиям госкомиссии Новый истребитель развивал скорость до 585 километров в час Для набора высоты в тысячу метров ему требовалось всего 24 секунды Скорость скороподъемность мощь огневого залпа и послушность в управлении опытного И-26-2 превосходили аналогичные показатели лучшего советского истребителя той поры И-16 конструкции Поликарпова Конечно новый самолет еще требовал доработки однако уже на стадии испытаний стало понятно что машина имеет отличные перспективы Самолет И-26-2 можно смело назвать этапной ступенью в развитии советской авиации После доработки он пошел в серию под названием Як-1 Опыт получен Александром Яковлевым в ходе работ над легкомоторными самолетами позволил ему в дальнейшем без особых проблем перейти к разработке современных истребителей Впереди была война Подробный рассказ о легендарных Яках лучших истребителях Великой Отечественной в следующих фильмах Субтитры